всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня мы с вами находимся в лесу я решила немного прогуляться и подумал почему бы мне бы заодно и не снять видео но здесь не очень тепло минус 2 поэтому за немножко посидим а потом наверно пройдемся погуляем сегодня я хотела подвести итоги двух месяцев это февраль и март знаю я должна была выпускать каждый месяц но у меня не получилось потому что когда вспомнила что надо было подводить только февраля уже было где-то середина месяца я поняла что уже бесполезно что-либо снимать поэтому я дождалась уже когда пройдет и март поэтому если интересно такого рода видео то оставайтесь со мной и всем приятного просмотра поставьте мне пальчики за то что я здесь мерзну начну я наверное самого главного это то что я наконец-то доделала свои зубы я вам в январе об этом говорила то что я решила сделать все свои зубы подготовить их к капам вот поэтому это было очень долго я их делала три месяца представляете январь февраль и март и его только закончила 20 25 числа 25 марта вот мне помимо того что мне сделали все зубы у меня теперь еще три искусственных самое неприятное в этой процедуре там всего три этапа первый этап этом спиливают зуб под корень потом вам делают слепок для того чтобы узнать какого размера вам надо вставлять штифты это вам первый этап потом вы уходите неделю это делается потом на следующей неделе вы приходите и вам уже примеряют эти железные штифты и теперь должны сделать слепок для самих коронок тут сам начинает самое интересное коронка это же грубо говоря зуб да и он должен полностью прилегать к деснам вот поэтому когда мы поставили железные штифты вам потом начинают мягко вам как бы сказать оттягивать десну вниз то есть представляете да просто берут так и вниз специально оттягивают опускают его сильно вниз чтобы у вас получился хороший слепок это самое неприятное это просто я там мычала ворчала стонала что только не делала потому что реально больно попробуйте дома как не подавить на десну это будет совершенно неприятно вот ну ладно все я сделала зубы ура теперь самое главное осталось их вот продержать такой хорошей форме и потом уже ставить к пока вы я наверно буду ставить летом и примерно так потому что на зубы надо очень много денег я потратила достаточно много я еще пока не считала но я представляю какая-то сумму и плюс еще на кап я не знаю сколько но думаю в два раза больше чем и потратил пока на лечение зубов это первое второе по здоровью я прошла курс смт ян также говорила это в январе если вы не смотрели для посмотреть это видео я прошла а пропила уже больше половины таблеток у меня есть трех видов таблеток остались только одни которыми надо пить еще месяц что могу сказать знаете частные не сильно увидела улучшение нет сначала было все нормально вроде прям вот но чувствует все получше получше но он когда-то опять начинаешь долго сидеть вот в такой позе зубы особенно когда ты например скрабом занимаешься пенту вчера целый день делала альбом страна вечера нам реальность 9 утра его делала и до пол девятого вечера у меня потом себя так болел и шею просто невозможно это наверное много это наверное проблема многих скрайперов но вообще тех людей да которые постоянно смотрят вниз голову вниз опускают часто вот поэтому не знаю мне не особо могло и ну еще конечно я не допила таблетки не знаю может мне придется еще идти ну не знаю может быть еще пройти массаж у ребенка было две новости первое наконец-то у нас выпал первый зубик ну хотя как наконец-то немножко как-то обидно конечно то что у него начиная даже выпадает зубы с одной стороны это так быстро летит время и ты просто офигеваешь то что вот вроде бы недавно только они у него лезли да и мы с ним мучились а теперь они уже стали выпадать пока выпал один но с пяти лет начинают выпадать вот пока вроде остальные держатся и второе это у нас прошел утренник в честь 8 марта утренник последний потом следующий будет наверно только осенью я не знаю как остальные мамы но я совершенно спокойно отношусь к утренникам и меня самый важный утренник это было первый утренник в его году да это был новогодний утренник я его до сих пор помню до остальные утренники но я не как-то я не плачу на них не знаю очень спокойно отношусь и иногда они очень сильно затягивают иногда похоже один утренник на другой мне кажется что это очень долго длится но в принципе фотографии остались самое главное что ребенку я очень надеюсь что этот ветер не будет мешать и его не будет на видео очень надеюсь в феврале месяце я купила в аниме тренажерный зал и заодно в бассейн это получается два в одном я давно уже не была в бассейне я впервые пошла на акваэробику за последние лет наверное 7 или 8 нас гордо сложно эти хорошую акваэробику я сходила мне в принципе понравилось хорошие инструктора но было очень все однообразно то есть я насколько помню ты раньше когда ходила на аква робику это было так интересно потому что постоянно какие-то разные движения ну не знаю прям очень было интересно и не надоедало здесь же мы у нас было всего два комплекса за целый час номер комплекс включает себя всего шесть движений да и вот первое полчаса мы делаем эти шесть движений там по 5 повтор и второе полчаса тоже делаем вот эти шесть других движений как-то немножко поднадоела вот в принципе более нормально нужно больше не понравилось это хлорка и и как бы не сильно чувствуешь когда вот ты заходишь помещение но потом когда ты вот искупался потом когда ты выходишь что это просто еще жесть для так воняла хлоркой я хоть и помылась в душе мне не стала мыть голову просто помылась в душе я все равно я пришла домой у меня вся одежда провонялась вот потом надели вся одежда провонялась вот этой хлоркой и у меня еще несколько дней этот был запах то есть просто меня еще больше этот бассейн ходить не хочется хотя я заплатила за него деньги далее я также сходил на пилатес что очень давно меня не было и также меня не впечатлило очень не знаю почему это то что касается спорта на диетами так не получилось к сожалению сесть вот но ладно и надеюсь что все-таки я вот в апреле возьму и за правильное питание у ребенка заканчивался загранпаспорт и мы решили заранее его сделать то есть не летом не в мае когда вот сильно огромный просто наплыв людей решили подать документы в марте сходила все разузнала и кстати скорее всего я сниму отдельное видео по этому поводу потому что есть много нюансов это раз и два то что в нашем городе я вообще не смогла найти никакой информации по поводу мвд откуда надо подавать документы это был просто какой-то кошмар пока я не приехала не все не посмотрела еще самое главное когда пришла ничего не понятно а вот я подхожу там какой-то был кабинет открытый я подхожу здравствуйте говорю можно ли узнать на меня в ответ я вам не справочное перо ушли дверь закрыли боже думаю вот эта женщина вот поэтому я сниму отдельное видео чтобы люди знали как правильно подавать документы и что для этого надо так что мы подали и вот к на этой неделе в пятницу у нас уже пройдет месяц как раз месяц готовится мы пойдем забирать надеюсь что будет нормально и у нас уже будет загранпаспорт на руках это все что касается февраля и начала марта а весь остальной месяц март у меня прошел за съемками видео надеюсь вы заметили что они стали выходить намного чаще и наконец-то сняла еще один мастер-класс по папа открытку домик я очень давно это хотела сделать но все никак не доходили руки потому что если вы занимаетесь видео то вы знаете как это долго занимает время я мастер-класс этот снимала часа где-то 3-4 плюс потом еще монтаж часа 2 ночью это конечно все очень долго вот но я рада что я это сделала и также мне еще огромная куча не знаю может быть этом весна нами так действует на меня огромная куча разных идей которые хочу снять у меня уже есть несколько видео которые я пока который я сняла но еще не отредактировала и огромная куча которую надо снять поэтому я надеюсь что вы заметили вам нравится что видео стали выходить чаще и также скоро буду разыгрывать конфетку обязательно подписывайтесь и еще хотела если вы смотрели до этого момента еще хотела вам сказать пожалуйста напишите если у вас есть какие-то запросы к видео или если вы хотите видео на определенную тематику ведь что больше видео выходила на какую-то определенную тему то обязательно пишите мне или под этим видео либо в сообщение в группе вконтакте и я обязательно сниму это видео и несколько анонсов какие видео у меня ближайшее время будут выходить на моем канале первое я решила разобрать свои скраб материалы несколько причин почему самое первое это потому что в мире скраба выходит всегда много разных материалов и инструментов и на это надо все деньги и есть несколько таких хотела которые стоят совсем не дешево например один из них это плоттер мне очень на его хочется вот и для этого я понимаю надо ископить деньги и плюс я смотрю есть материалы которые я уже не пользуюсь например которые покупала давно и у меня уже теперь другой стиль у меня другой вкус или например то что я купила раньше это очень любила сейчас к этому рука не тянется я думаю вы знаете у каждого есть такие залежи поэтому я решила их продать продавать я буду у себя в группе вконтакте обязательно смотрите у меня будет отдельный альбом который будет пополняться помимо этого я буду снимать несколько видео отдельное видео сниму по поводу своей скраб бумаги у меня и очень много и решил также расстаться скрипя сердце конечно потому что я еще тот хомяк но я хочу очень хорошо почистить свой скраб уголок и продать вообще все чем я например не пользуюсь уже полгода вот или к чему рука сейчас не тянется помимо этого также будут у меня и мастер-класс постараюсь побольше выложить мастер-классов поп-ап далее у меня есть несколько заказов по поводу скраб альбома я уже один сделала еще несколько впереди я на них сниму обзор не знаю насчет мастер-класса потому что занимает очень много времени помимо этого обязательно у меня будет смешбук ждет видео про книжные новинки и про творческий блокнот но очень у меня огромное количество всего напишите понравилось ли вам локация такого видео и хотели бы вы чтобы я снимала где-то почаще вне дома это лес набережная или еще что-то другое но на этом буду сами прощаться мне пора уже бежать на английский спасибо что были со мной спасибо что посмотрели это видео до скорой встречи пока пока